Единственный человек в мире, который знает, как вылезать импотенцию Домогарова за две недели, это я. Тема смешная, она смешная только для меня, а информацию я даю абсолютно, буду давать абсолютно серьезную. И я постараюсь не смеяться, что касается Домогарова, то на его месте я бы вообще рыдал и плакал с труда вечера. Первый вопрос, на который мне придется ответить, разумеется, откуда я знаю, что он импотент? Я перечитал огромное количество статей о гипертонии, это было в 2010 году, я изучал вопрос. И во многих статьях было написано одно и то же. Один из побочных эффектов гипертонии – это импотенция. Мало того, гипертония – это причина импотенции номер один. Это не просто одна из возможных причин, это причина импотенции номер один. Так что мужчины и дорогие девушки всех возрастов, если что-то там у кого-то как-то не работает, то первым делом нужно измерять давление. Итак, ну, следующий вопрос придется отвечать, откуда я знаю, что он гипертоник с высоким давлением? У него красное лицо. Посмотрите фотографии последних лет. Самое последнее видео, которое я видел с ним, визуально я определяю давление 170-180. То есть он на пределе отъезда в дальние края, отлета в дальние края от инфаркта-инсульта. Поэтому придется еще и спасать его от инфаркта-инсульта. Погнали. Первый пункт – это немедленно прекратить вредные привычки курения, алкоголь, наркоту. Я не знаю, он наркоман или нет, в одном из интервью он чесал нос несколько раз. Вот, ну, это признак кокаина. Так или нет, это совершенно не важно, потому что первый пункт я уже назвал – все вредные привычки прекратить. Пункт номер два. Голодание на неделю, на одну воду. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы улучшить его давление. Если исходное давление какого-то человека – 180 при начале голодания, то через 7 дней голодания на одной воде я предсказываю давление порядка 130. То есть большая часть холестериновых бляшек растворятся. Растворяются они вместе с жиром на заднице и на пузе, которого у Домогарова очень и очень много, как вы видите на этом экране. Вот, значит, никакой консультант для голодания не нужен, но так для успокоения самого себя желательно иметь какого-то там инструктора по голоданию на телефоне, чтобы, значит, человек мог позвонить там и поговорить с ним. А, кстати, забыл сказать, это универсальная инструкция для всех импотентов, не только для Домогарова. Так что записывайте, конспектируйте, запоминайте. Вот, это шаг номер два. Голодание. Значит, нужно резко уменьшить давление. Ну да, уменьшить давление. Шаг номер три. Жесткая должна быть диета. Правильно. Не буду перечислять, у меня 150 миллионов видео о гипертонии. Вперед, кто хочет пожить подольше, ищите. Я постараюсь линк дать. Ну, наверное, мне будет лениво, так что найдете у меня на канале навалом. Значит, очень жесткая диета, которая еще через неделю... А, плюс еще контроль калорий обязательно, потому что можно очень правильные продукты есть, но если есть их в огромном количестве, то пузо все равно будет там расти. Вот, то есть, вот пункт номер три. Очень жесткая диета. Если правильно питаться в течение недели, с недобором калорий обязательно, то еще через неделю, то есть первая неделя будет неделя голодания, и вторая неделя очень жесткая диета, давление просто нормализуется до 120 на 80. То есть, за две недели можно добиться нормального давления, и впоследствии необходимо будет сидеть постоянно вот на этой правильной еде. Касается всех, кто не хочет хлопнуться от инфаркта инсульта. Посмотрите, как Небензия выглядит, скоро хлопнется точно. У него лицо не красное, у Небензии лицо бордовое. У него 200 постоянно давление. Вот, это был пункт номер три. Пункт номер четыре. Значит, его можно начинать сразу же после голодания. Это ходьба пешком в медленном темпе полтора часа в день. Обязательно в медленном темпе гипертоникам нельзя перенапрягаться, потому что если увеличится пульс, увеличится давление, и возрастают шансы на отрыв холестерина и бляшки. Поэтому никакой физкультуры желательно, кроме медленной ходьбы. Я знал одного мужичка, я с ним разговаривал. У него давление что-то было под 200. Ему попался умный врач, что, кстати, большая-большая редкость. Вот, этот умный врач ему сказал ходить пешком, есть салаты. Вот, и он похудел очень серьезно, этот мужичок. И давление у него снизилось до 130. Вот, это был, наверное, у нас пункт номер 4. Да. Значит, уже вес должен быть намного-намного лучше. При достижении давления меньше 130 надо потихонечку заниматься упражнениями с отягощениями. Там гантельки легенькие-маленькие. Вот, большие перерывы между подходами делать. Начинать, конечно, физкультурой. И Домогаров физкультурой не занимался последние лет 150, наверное. Вот, так что пора уже умнеть, конечно. Мальчику уже 60 лет. Пора бы, пора бы. Так, что еще забыл? Значит, есть определенные специфические упражнения. Значит, очень важно делать упражнения на ноги. Для усиления кровообращения в средней части. Там, как это по-русски сказать? Черт возьми. Ну, вообще, между ногами. Вот там вот махи ногами, например. Там бег, махи ногами, велосипед. Вот это вот хорошие такие дела, которые именно усиливают кровообращение. И последний пункт. Надо начинать есть витамины, поливитамины обязательно. Цинк еще. Цинк влияет на выработку тестостерона. Надеюсь, хотя бы одна зрительница, почитательница Домогарова напишет спасибо за то, что я тут спасаю вашего любимого артиста. Желаю всем удачи, здоровья самое главное, все остальное фигня. А мимоходом еще у него и жуткие проблемы со спиной. Он там стоит на сцене, поет и держится рукой за стойку микрофона. Там его там больно, наверное, постоянно. Но это другая совершенно тема. И, может быть, я сделаю видео, чтобы подремонтировать ему спину. Ну, конечно, лишние 30 килограммов жира нужно сбросить, потому что они никак положительно влиять на спину не могут. Пока! Желаю всем удачи!